Всем привет! С вами Шима. Очень рада видеть вас на своем канале. И это очередной влог «День из жизни». Несмотря на бессонную ночь, Кирюша сегодня что-то буянил ночью. У меня хорошее настроение, потому что пришла посылочка от Ольки. Оля Кристалла Альгита. У нас есть совместные видео, очень интересный канал. Всем советую. Спасибо, Валя. Очень-очень мне все понравилось. Мишка особенно такой классный. Даже Даршану кое-что перепадет в виде сладостей. В сладком эквиваленте, так сказать. Вот так с утра Олька мне подняла настроение. Села я записать пару видео для вас. Наконец-таки у меня есть на это время наша зебра. Всегда здесь. Стоит софтбокс. Один только поставила. На фоне у меня уже моя любимая елочка. Камином на самом деле фона особо никакого я не делала, потому что нет на это времени. Где села, упала на стул, там и снимаю. День мой уже в разгаре. Утро все монтировала, делала новую шапку для канала. Там мне уже надоело. Как вам вообще новая шапка? Нравится, не нравится? Немножко изменила. Я не люблю, когда нагружены, поэтому хотелось попроще. Может быть, даже не знаю, этот логотип уберу или оставлю. Не знаю, в общем. Но он во всех моих видео, как мой значок, поэтому, может быть, все-таки оставлю. Решила себя с волосищами сделать. И в таких красных тонах. Вы знаете, что у меня любимый цвет красный, поэтому решила у них. И новая аватарка. Как вам аватарка? Я ее также сделала и в Инстаграм, и в Перископе. В общем, говорите свое мнение. Утром также успела уже смонтировать я видео новое для арт-канала. То меня там уже замучили, что я ничего давно не увешивала. Хотя недавно, неделю назад, вывесила урок «Как рисовать ухо». И сегодня смонтировала, вывесила поздравление для зрителей арт-канала «Новогодний рисунок Санты». Открытку. На самом деле, это можно также рисовать, как нарисовать Деда Мороза. Потому что Санты с Дедом Морозом отличаются визуально. Только тем, что Дед Мороз в синим, Санта в красном. А так они визуально ничем не отличаются особо. Ну и снежинки можно Деда Мороза нарисовать на костюме. Обычно у него снежинки. В общем, вот так вот. Сейчас покажу вкратце, что за видео. Также в Инстаграм вывесила уже. Там моя заставка. Она такая же на арт-канале, как и на бьюти-канале. Только в черных цветах, туши. В общем, вот так. Вот я рисую там. Тут реклама у меня всплывает, как всегда. Кому интересно, заглядывайте, посмотрите. В общем, вся уже в предновогоднем настроении. Уже даже открытку выложила на Ютуб. Сейчас буду снимать, наверное, новый урок по соусу. Уже поставила софтбокс. Сейчас буду вставить столы, пока мама гуляет. Несмотря на то, что я заболела, на самом деле. У меня муж приехал из Индии, всех заразил. И ребенка, и меня. Слава Богу, без температуры насморк сильный. Но вот мне что-то похуже стало уже. Но время пока есть, запишу. А то потом совсем не будет времени на канал. Ну что ж, подготовила все к записи урока по соусу, по материалам на арт-канале. Положила уже примеры своих работ в этой технике, чтобы на них объяснять. И сейчас уже приступлю к записи. Ну что ж, записала для вас урок. Введение в материал. На самом деле, думаю, смонтирую будет не очень длинный урок. Потому что, в принципе, все просто по этому материалу. Все понятно. Показал примеры. Кому интересно, тот зайдет, посмотрит на арт-канале. Если кто-то увлекается именно живописью, рисунком, это уже такой более профессиональный материал. Но очень простой. То есть, с него можно начать вообще рисовать графику. Как всегда, у нас туалетная бумажка наша неотъемлемая часть. Потому что без нее невозможно ничего... Без нее невозможно работать мок... Без нее невозможно работать мокрыми материалами. Такими как соус, акварель, темпера. Поэтому она всегда, конечно, под рукой. Уже другой день. Я все для вас продолжаю снимать для арт-канала. То видео уже смонтировала, вывесила. Приведущее. Все, руки до блогов никак не доходят. Поэтому такими кусками снимаю, когда есть возможность. Вот будет ускоренное видео, как рисовать розу. Позже она будет в золоте. Вот еще не решила, в каком цвете. Такой меди или таким средне-золотым. Не знаю. Обычно я люблю бронзовый такой, зеленый оттенок золота. А сейчас хочу попробовать какое-то розовое золото. Медное. Сейчас пишу вовсю, пока мама гуляет. Вместо того, чтобы поспать лечь, я опять калякаю и сижу. Когда пишу, тогда уже будет, конечно, это видео на арт-канале. Процесс в разгаре. Сейчас долго думала, каким цветом. В итоге выбрала медь. Сейчас он, конечно, долго-долго будет сохнуть. Вот я не знаю, подождать, пока он сохнет. Либо пока прописать вот эти все моменты. Потому что потом у меня времени, конечно, не будет дописать. Либо завтра придется. Хотя он сохнет долго. Наверное, сейчас вокруг буду пытаться не вляпаться в металлик. И писать все остальное. Сейчас пока он такой рифленый, потом будет лажей и будет прям блестящий, как золото. Так вот. Вот здесь скотчем закрепила для того, чтобы можно было снимать. С ракурса на камере был более удачный, наиболее прямой. Так, конечно, под наклоном надо писать. И закрепила скотчем, потому что работаю с водой. Обязательно надо планшет натягивать. Сейчас планшета маленького нет. Я вот закрепила лист. И тогда, когда высохнет, он разгладится. А иначе, если работать водой и лист не закрепить, то, конечно, вот так будет покоробиться вся. После аквареля соус обязательно все кривой косой. Что ж, наконец-то я дописала. Вот так вот получилось. На самом деле, на видео, на арт-канале, наверное, не будет так видно, что блестит золото. Сами частички металла внутри. Потом он еще просядет, будет еще плотнее, когда высохнет. И будет уже не вот такая вот глянцевая за счет краски, а именно вот будет искриться металл. Рамку из другого металла, бронзового как раз. А фон медный, как говорила. По-разному выглядит. С этой стороны получается роза на светлом фоне. Если наоборот повернуть, то будет наоборот силуэтом. Она более темным, чем фон. За это люблю золото, что играет на нем живо очень предметы, объекты, портреты. Я вообще люблю технику изолочения разного. И сусальная, и обычная краска. И сейчас использовала вот такие оттенки. Я покупала в Москве в салоне на чистых прудах. Раньше там был триколор. Сейчас это красный карандаш. Что ж, буду сейчас закругляться. Надо все это разобрать. Такие все софтбоксы, камеры. Потому что сейчас уже мама придет с ребенком. И мне, конечно, будет не до этого. Элиза тут сидит в темноте. Послушно, пока я работаю. Вот вам на прощание оленя покажу. Маленького. У меня получился художественный влог. На этом буду с вами прощаться. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok